ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Бизнес планируют расширять, в том числе и в спальных районах. Наш проект ориентирован на ежедневное потребление, поэтому мы одинаково хорошо себя чувствуем как в стрит-ретейле, так и в торговых центрах. Одна точка в спальном районе. Я думаю, что будет иметь очень хорошую свою аудиторию, и она будет прекрасно работать, потому что мы интересны как в семейной аудитории, так и в аудитории офисной. В принципе, мы нужны всем. Крупные компании все чаще делают ставку на спальные районы. Например, ADG Group создает новый формат коммерческой недвижимости между Третьим кольцом и МКАД. Сеть 39 районных центров на базе старых советских кинотеатров, где будут супермаркеты, лента, фудхоллы, товары, услуги первой необходимости и все возможности для качественного семейного отдыха, включая кинопоказ. Внутри Третьего транспортного кольца в 6 раз больше ресторанов на 1000 человек, чем между Третьим транспортом и МКАДом, где живут 10 миллионов человек. Политика такова, что в районном центре будет, наверное, все то в лучшем качестве, то, что было раньше доступно только в центре города. Поэтому мы создаем условия, где развивать интересный эффективный бизнес. Потенциальная аудитория сети районных центров – 2,5 миллиона человек, живущих в 15-минутной пешей доступности от объектов. Так как многие локации находятся рядом с метро, количество людей гораздо больше. Одним из самых главных факторов, наверное, сейчас, на сегодняшний момент, является время для людей. Жители не хотят тратить время на дорогу, хотят в шаговой доступности куда-то дойти, провести время, купить что-то, поесть. Людям все равно нужно что-то интересное, постоянное. Людям нужно место, где они могли бы проводить время. С развитием инфраструктуры в спальных районах появятся рабочие места. Будут созданы новые ресторанные форматы. Для нас категория F&B занимает в проекте от 15 до 20% в зависимости от каждого центра. Для нас она является якорной, стратегически важной. Поэтому операторами рынка мы хотим говорить действительно на одном языке. Понимать, какие тренды, как меняется концепция их проектов, для того, чтобы мы совместно с ними вырабатывали эффективные и правильные форматы для районных центров. Тогда они могут быть более гибкими и не смотреть не только локации в центрах, а в места, где живут люди. Представители ресторанового бизнеса отмечают, несмотря на то, что размер среднего чека снизился, сетевые кафе, службы доставки и фудмаркеты продолжат быть прибыльными. Возможно, развитие ресторанового бизнеса в спальных районах повлияет на дальнейший рост. Редактор субтитров А.Семкин